МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире телеканал ТДК-42, программа «Хозяин своей судьбы». Как вы думаете, какая самая древнейшая профессия на Земле? А я вам скажу, это столяр. Вы спросите, почему? Да потому что первое, что сделала на этой земле обезьяна, это взяла в руки палку. Отсюда все и пошло. И сегодня в нашей программе мы расскажем вам о человеке с самой древнейшей профессией на Земле. Это Ербулат Тажикенов, столяр с 10-летним стажем работы. Родился в Саратовской области в семье Чабанов. Когда Ербулат учился в пятом классе, его родители приняли решение переехать в Казахстан. Так и произошло. Семья уехала из Саратовской области в Зеленовский район, поселок Белоглинка. Прожили там полгода и решили переехать чуть ближе к городу, в совхоз Ульяновск. Уже там Ербулат учился до 11 класса. После этого пробовал поступить в военный институт, но не прошел по состоянию здоровья. В Алмате, кажется, не климат был для меня. Приехал, месяца два, наверное, три где-то походил. То тут работал, то там работал, ну а в совхозе. То на посевной сейлке заправляешь сену, то на укладке сена, говорю, там вот работал. Через три месяца меня призвали уже в армию. Погранвойска, Жаргинский погранотряд. Вот, вот, гораздо два года там отслужил. Пришел с армии. Ну, также обратно к поселковской жизни началась. Это тоже так же на тракторе где-то как-то помогать. Потом также уборка, сенокос. Ну, долго я там не смог уже, потому что... Ну, как где служил, я там увидел, что действительно там люди уже по-другому живут. Ербулат начал подрабатывать в городе, где придется. Спустя время познакомился с девушкой и буквально через год они сыграли свадьбу. Теперь перед ним стояла задача обеспечить семью, а для этого требовалась стабильная работа. Ну, пришел сюда, в Урал-Лес, у Виктора Анатольевича Мартянова. Попросился на работу. Ну, у него первый вопрос. Корочка есть? Какая специальность? Ну, так получилось, что специальности не было. Ну, мол... Ну, не было... Такой раз развал был, и не было возможности учиться. И так как у меня отца... Когда у меня 15 был отец, уже отца не стало. И тяжело было. Помимо меня еще и сестренка была. Матери было тяжело поднять нас двоих. Ну, пришел сюда, и не было... Так и не отучился. Пришел сюда простым разнорабочим. Несмотря на отсутствие специальности, Ербулата взяли на предприятие простым разнорабочим. Им он проработал полгода. Затем встал за торцовочный станок. На нем он работал целый год. После чего перешел в столярный цех, где сначала работал подсобником, и в то же время учился столярному мастерству. Ербулат внимательно наблюдал за тем, что происходило в цеху, и мотал на ус. Да и коллеги со временем начали помогать парню осваивать профессию столяра. Я не уже давал... Мне уже давать задания, чтобы я начал делать. Раз получилось, два получилось. Ну, и теперь все нормально. Теперь же нужно было заготовку. Как раз большой объем взяли. И не успевали. И в столярке надо было делать, и надо было как раз резные столбы делать. И не успевает, и кому вставать на токарный станок? Ну, меня пихнули, как самого младшего, чтобы я встал. Но они мне показали, естественно, как сделать. Вот это для чего? Вот это пила для чего сделать? Как ходит? Для чего нужно? Стамески какие есть? Для каких узоров делать? Объяснили, показали. У меня первое получилось. Сделал, показал. Все, они как бы свою оценку сделали. Что все хорошо, можешь дальше делать. Так и закрепился. Столярка. Так по-простому называют цех, где делают все столярные работы, от простых до сложных. В основном, это выполнение каких-либо работ из древесины, реставрация или резьба. Все виды работ хорошо знакомы Ербулату. В столярном цеху он уже почти 10 лет. Так, здесь я работаю. Появляются беседки. Виктор Анатольевич, конечно, делаем беседку. За то, что мы сделали там по-быстрому. Какие-то премии есть премиальные. Заказы бывают по-разному. Бывает, что месяц бывает пусто. То делаем мы такими занимаемся делами, что столы, лавочки, чтобы в торговый зал. Чтобы клиент пришел, посмотрел, все, понравилось, купил. Вот мы, когда нет заказа, мы занимаемся только этим. Вот сюда в торговый зал все выставляем. Продукцию мы делаем. Кто-то что-то из нас придумывает. Свое добавляем. Выставляем здесь. И все. А когда бывают заказы большие, то бывает порой, что до 9 вечера задерживаемся. Это начинаем. У нас рабочий день с 9 до 5. А если заказ хороший или сильный, мы не успеваем в сроке, то мы выходим уже с утра пораньше. Это в 7 или в 8. И работаем до 9, до 8. Когда как. Когда как придется. Но если мы успеваем все, то мы уже работаем в автономном режиме. Коллега мой приготовил одну заготовку. Это на лавочку со спинкой. Чтобы края были ровные, надо ее шлифануть. Потому что на циркулярке ее невозможно. Потому что угол мешает. Столяр – профессия, востребованная во многих производственных сферах. Столяр вытачивает разнообразные изделия из дерева, изготавливает простую и сложную мебель, участвует в строительстве и ремонте зданий. В его работе применяются традиционные столярные инструменты и деревообрабатывающие станки. Профессия «столяр» – одна из древнейших в мире. Обработка дерева – одно из первых ремесел, которым овладел человек. Нам приходится по индивидуальному заказу все выделывать. Так же бывают столы. Бывают столы, что будут раздвижные и большие. Заказ, что здоровый, овальный. Ну, сделайте мне так, чтобы я его занес домой, чтобы он в дверь приходил. И чтобы был раздвижной. Вот, приходится так вот тоже делаем. Потом, что мы еще делаем? Вот сегодня мы сделали пятиугольную беседку. До прошлой недели мы делали квадратную. Ну, размеры, конечно, у нее 2,5 на 5. Хорошая такая беседочка. Поэтому разные бывают. Ватарау прошлый год делали. Она тоже пятиугольная, но она получилась, чтобы вот так было немножко. Ну, не под прямым столбом, а чуть-чуть с наклоном. Многие там разные заказы. Так же и дома тоже так же делали. Так же по индивидуальному заказу. И мы еще так едем. А фара этот... Ну, делаем монтаж. Стены так же, крышу накрываем. Ербулат совмещает в себе две профессии. Помимо работы столяром, он еще и токарь. Эта профессия схожа с первой. Она тоже в некотором роде творческая, позволяющая из бесформенного куска дерева или металла получить красивую деталь, которая радует глаз. Токарь сугубо мужская работа, требующая серьезной силы и выдержки. Хотя в некоторых странах мира можно встретить и женщину-токаря. Профессия токаря делится на несколько специализаций и разрядов. Работа осуществляется при помощи токарного станка. Стать токарем можно после девятого класса, поступив в училище. Можно освоить профессию, нигде не обучаясь, получив начальную специализацию на производстве, как это сделал Ербулат. А можно и пойти на курсы токарей, чтобы узнать как практическую, так и теоретическую основу профессии токаря. Чтобы посчитать себя профессионалом, это, знаешь, по-моему, век проживешь, все равно себя профессионалом не посчитаешь. Всегда бывает что-то новое. Человек, он все не углядит. Всегда что-то новое. Где-то бывает немножко ошибается, где-то недочитывает. И каждый раз обновляешься. Каждый раз что-то новое. Сначала, конечно, сделаешь такую маленькую, чтобы удобнее было. И потом маленькую деталь-то она не жалкая. Если не получится, то ее выкинешь. А потом уже каждый раз все больше, больше, больше стараешься ее подлинишь. Ну, конечно, сделаешь для себя. Похвастаешься перед своими коллегами. Ну, кто поддержит, кто нет. Кто скажет, да, вот, действительно, оно хорошее. Надо только тебе уже побольше ее сделать. Ну, чтобы в размерах больше было это. Возможно ли так? Если у меня где-то что-то не получается, то мы как консильным собираем столяра и обсуждаем, разговариваем, как лучше сделать. Каждый свою идею подает. И приходим к общему итогу, короче. Столяр в современном понимании это высококлассный работник, который способен выполнить любое изделие из дерева по фотографии, рисунку или готовому чертежу. Рабочий день в этой столярной мастерской начинается с определения объема и сложности работы. Ербулат признается, изготавливать мебель одному несложно. К тому же это ему по душе. Просто времени на это уходит немало. Для одного, конечно, это очень долго сделать. Потому что, во-первых, здесь несколько позиций. Это столичница одна, потом ножки, это второе уже делаешь. И одному это не успеть. Он может успеть, но по времени очень много времени займет. Это дня четыре, наверное, займет. А вот если вот у нас три столяра, вот если мы втроем беремся, то буквально где-то, ну, полтора дня. Все. Если нас не будет отрывать другими заказами, у нас помимо же одного заказа бывает еще несколько же. Вот стараемся, чтобы у каждого свой срок. Стараемся сроки сделать. Для успешной деятельности необходимы любовь к дереву, хорошее зрение, нужно иметь суставно-мышечную чувствительность, хорошее распределение внимания, необходима быстрая зрительная моторная реакция, способность к концентрации внимания в течение длительного времени и его гибкому распределению, а также хорошее пространственное воображение и наглядно-образное мышление. Мне кажется, просто если столяром быть, это просто надо, как бы, чтобы это дерево, чтобы оно тебе нравилось, ну, как бы сказать, чтобы ты ее любил, чтобы ты ее чувствовал, потому что есть разные дерева, и порода, не только порода, но и она отвечает за собой твердостью. Какая-то есть твердая, но хрупкая, какая-то бывает вязкая, но гибкая совсем. И вот это надо просто рассчитывать, там не то, не просто так вот взял, дерево, дерево, слонок пусть все он тебе сделает. Нет, на каждую надо все высчитывать, примерно, потому что пилы есть разные, вот, если вязкую протаскивать, распиливать на пиле, то пилу, ее сложно тащить, потому что она, как бы, вязкая, она волокнами пилу задавливает, душ задавливает, и поэтому очень тяжело. Резко ее невозможно, ее потихонечку. Если резко сделает, что она может закусить ее, то он может произойти несчастный случай. И вот, как вот, если надо просто, мне кажется, чувствовать это дерево, если почувствуешь, то можешь все сделать, любую заготовку, любой предмет, любую продукцию. Вот этот стол размером где-то, ну, как, как в основном, как у нас почти, наш стандарт, это 80 на полтора метра. Вот, если он будет, конечно, больше полутора метра, это значит, ну, где-то 2 метра, 2 с чем-то, то мы уже делаем ее раздвижной. То есть мы вот так вот ее распиливаем, и, получается, здесь делаем все, внизу конструкцию, его раздвигаем. И делаем такой же кусок добавления, где-то 40-50 сантиметров мы добавляем. Если его не надо, мы вот внизу делаем, вот как вот раньше советские столы были же, раздвижные, и куда-то закладываешь. Так же и мы делаем внизу рейками, закладываем ее туда. Если не надо, сдвигаем, получается короткий стол. Если бывает, что нужно, захотел, раздвин, побольше, чтобы раздвигаешь, эту подкладку таскаешь, вставляешь. В основном вся мебель в этом цеху делается из сосны и ели. В редких случаях используют лиственницу, например, для обрешетки в бане. Это сухой лес у нас, лес завозит, когда мы разгружаем на улице. На улице разгрузим, и когда разгружаем, уже столяра отдельно, мы отбираем. Столяр – это призвание, это способность видеть прекрасную перспективу у обычной доски или листа фанеры, и умение мечту превратить в реальность. Столяр – это человек, который своими руками проложит путь от материала до произведения мебельного искусства с большой любовью и трепетом. Именно поэтому мебель, созданная руками, приносит в дом тепло и уют наполняет особой атмосферой. Кстати, у нашего героя в доме практически вся мебель сделана из дерева, причем его руками. Это бы как сапожник без сапог, что ли? Это на дерево работать и дома мебель себе не собрать, это невозможно. Лучше я как-нибудь сюда приду на работу, выпишу под зарплату, здесь вырежу, все подгоню, станки все есть, все обкатаю, все сделаю, я просто готовый продукцию, выпишу под зарплату себе. А такую покупать нет желания, потому что знаю, какая это мебель покупная, она тем более из фанеры ДСП. Она чуть влагу дашь, и она разваливается. В моем руке много чудового сделано. Ну, стол, столб сделано, конечно, табуретки сделаны, потом для супруги скалки делал, такие, ну, как 8 марта, это священный праздник же, скалочки, дощечки, ну, что в моих силах есть, ложечки деревянные. Дед Ербулата, его бабушка, мать и отец были чабанами, потому как другой работы, где он рос, не было, и всем приходилось заниматься только одним ремеслом. Сейчас у Ербулата двое сыновей. Мастер по дереву честно признался, что не хотел бы, чтобы они пошли по его стопам, но в качестве хобби обязательно научат их этому мастерству. Каждый родитель хочет, чтобы у ребенка было лучше, чем у родителей. Ну, хотя столерам тоже нормально, хорошо, просто для дома, потому что одним столером тоже ты себе на кусок хлеба не только не найдешь, потому что сейчас какое время? Сейчас век, век, что, техники, сейчас уже люди не нужны, все, техника есть. Ну, буду учить, конечно, детей домашнему ремеслу, для себя, чтобы знали. Столяру желательно иметь среди специальное образование. В некоторых случаях опыт работы является необязательным условием при трудоустройстве. Столяров обучают непосредственно на рабочем месте. Столяр должен разбираться в чертежах, породах древесины, знать способы ее обработки, иметь навыки работы на деревообрабатывающих станках, со столярными инструментами, обладать физической силой и выносливостью, такими качествами, как точность, аккуратность, внимательность. Всем этими и обладает Ербулат, а главное, у него есть чувство ответственности, и всю работу он доводит до конца. В редких случаях принимается за изготовление сразу нескольких заказов. Допустим, если заказ будет, и я знаю, что я, каждый человек знает примерно свои сроки, свои сроки он заставит. Если я знаю, что я не успеваю, то я никуда не еду, я добиваю его. А если я знаю, что там дни в запасе есть, я могу за короткий срок его сделать, тогда я выезжаю. Если что-то у Ербулата не получается, за советом по изготовлению какой-либо детали он обращается к более опытным коллегам по цеху. Ну, по интернету не принимаю, в основном я у других специалистов стараюсь. Ну, как, бывает, что встречаюсь, знакомишься, дружишься, начинаешь разговаривать, и каждый, как говорится, свое что-то вносит. Ну, собираешь, и потом уже здесь уже все возводишь, как говорится. Здесь уже, на работе уже экспериментируешь, потому что позволяет и лес есть, танки есть, уже. Где-то там услыхал, там, а, кто-то заинтересовал, кто-то вот это подсказал, а вот так можно, а вот это вот так можно сделать, а вот это может лучше будет, подумал, подумаешь, подумаешь, потом придешь, и здесь уже начинаешь. Пока, если время есть свободное, раз, быстренько, так-так-так, глядишь, получилось, все нормально. Я же говорю, мы постоянно, если что-то бывает, мы три столера собираем, как антилюм, и начинаем обдумывать, как лучше сделать, чтобы и меньше потратить материала, и чтобы качественно было, и чтобы лучше было. И нам, чтобы меньше времени, чтобы больше времени сэкономить. Таких специалистов, как Ербулат, еще поискать нужно, рассказывает про своего рабочего директора предприятия Виктор Анатольевич. Хороший специалист у нас, вот таких вот хорошие предприниматели получаются потом, в будущем. Пришел молодой парнишка, ну, из-за своей настойчивости, настырности, освоил несколько станков уже, и владеет этими станками уже, и хороший мастер, руки бережет, себя бережет, нас не нервирует, то есть не создает проблем. Такие ценятся очень рабочие специалисты. Как у него трудовая дисциплина? Вообще молодец, вообще дисциплинированно. А недисциплинированно нас и не выдержит здесь, потому что у нас ответственность тоже небольшая, останки же, производство соответственное. Какие заказы он выполняет, и сколько точно работает у вас? Ну, он идет уже порядка 10 лет у нас. Ну, он у нас такие заказы ответственные делает. Он умеет и с цифрами работать, и точностью. Мы даем цифры, он их делает. Свободного времени у Ербулата не так много, но когда оно есть, он посвящает его семье. Что касается личных качеств, Ербулат говорит о себе так. Скорее всего, я, наверное, целеустремленный. Потому что не было бы целеустремленности, я бы действительно без образования ничего бы не достиг, и не жил бы, как сейчас, вот сейчас перед вами сижу. Скорее всего, целеустремленный, старательный. Хочу все довести до конца всегда, чтобы раз начал, то добить до конца. Ну, а еще? Ну, добрый, хороший отец, хороший муж. Наверное, так себя характеризую. Ну, конечно, хотелось бы свое дело сделать уже, чтобы дома было, чтобы не на кого-то работать, а для себя. Ну, сейчас финансы пока не позволяют. Если позволят, то, конечно, уже для себя будут работать. Это, по-моему, каждый человек так хочет. Каждый хочет жить получше чуть-чуть. Каждый хочет жить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова